Да. Приветствую, друзья. Вот я вам даже сказать сложно, даже не знаю, какими словами, но вы все знаете, наверное, это же наш великий, известный, ну просто... Великий и ужасный. Да, великий и ужасный, я шучу. Но это великий человек, это Роман Газенко. Это же, вы представляете, сколько фильмов он сделал, сколько он там, он же разведчик, он же там военный был, он же там журналист, он там все это сделал. Он же исследовал, знает, как жизнь устроена, и вообще может кое-что сказать, почему мы дружим. Не только потому, что я знал еще одного великого Газенко. Олег Георгиевич был директором Института медико-биологических проблем. Ну, собственно, человек, который создал пилотируемую космонавтику, можем так сказать? Можем прямо сказать. Но мы к этому придем. Да. А сейчас я вам хочу сказать, что Роман Газенко – мой друг, это первое. Это да. Да. Второе – психолегвист. Легвист. Потому что он изучает смысл, сути слов по самым корням. Потому что оказалось, на самом деле, насколько я это понимаю, не знаю точно или нет, и поправь. Если, оказывается, взять, вникнуть, вникнуть в суть смысла слова, там такое открывается, целая вселенная оказывается, что слова – это не просто слова. Но вы это понимаете, друзья. Мы с Романом договариваемся сделать, знаете как, собраться все вместе и сделать такой вебинар, где бы мы вместе были. Ну, я бы, допустим, там был бы для формы, для какой-то… Хасай, сразу остановлю. Мое любимое изречение, мое собственное – «Ложное смирение. Суть гордыня». Дарил. Понятно. Спасибо. Я сразу перехвачу немножко инициативу. Знаете, вот когда заговорили о корневом смысле русских слов, которыми мы пользуемся, и значения которых не понимаем, вот для меня друг – это не просто другой или, прошу прощения. Вот так будет, вот так будет. Ну, на вебинаре мы сделаем так, чтобы вот звонков лишних не было. А будут вопросы у тебя на вебинаре? Да, пожалуйста, я буду отвечать. Вот смотрите, что такое друг? Есть такой очень хороший русский глагол «водружать». Это означает фиксировать на вершине, как знамя, да. Вот вдумайтесь. Друг – это не просто другой или второй, или другое я, или альтер эго, да, как римляне говорили. Кстати, альтер – это не только другой, это еще и высший. Альтиус. Вот. Высшее я. Вот друг – это именно высшее я, это тот, кого ты возносишь над собой, но не ползаешь у подножия его пьедестала, который в ответ на это очень устойчиво, симметрично тебя возводит на другую вершину. И вот тогда мы общаемся, действительно, уважая. О, вот это… А, кстати, вот, как ты думаешь, что значит «уважать»? Вообще «важный» – это что означает по-русски? Вот я… Важный. Вот такое ощущение. По ощущению сначала. Поскольку я же учился в школе, и поэтому уважение к человеку у нас всегда как бы преподавалось. Корень, корень, если мы в корень посмотрим. Вот некий важный, да? Да, важный. Корень, корень, корень. Важ, уважаю. Да, ну, у эта приставка, да. Не могу. А вы кто-то догадывается? Вы в комментах сразу пишите, мы посмотрим. Да, пишите сразу, да. Смотрите. Мы посмотрим, да. Вот принцип, принцип, как мы проникаем в корневую суть слов, смотрим в корень, да? Так. Морфологически мы сужаем корень до минимальной основы, которая называется «сема». Это как семя, да? Это, кстати, однокринные слова. Это вот то неделимое, из чего потом, что содержит всё будущее. Зерно. Зерно, да. Зерно. И вот это вот будущее потом раскрывается, а вот в этой семье содержится гигантское дерево с ветвями. Слушай, можно я тебе... Давай, извини, пожалуйста, чтобы не забыли, да? Так вот, что такое важный? Вага. Да. Или вага, да? Вот немецкая вага, или по-украински вага, кто знает, да, это вес, это весы. Это не что иное, как вааж – это вес. Вес. А важный – это весомый. 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 Что-то весит, это ощутимая масса. Слушай, интересное дело, Роман, я позже слушаю, сразу хочу задать вопрос. Вот у меня есть приятельница, она искусствовед, она говорила о каляке-маляке. Вот дети каляку-маляку рисуют, думая о чём-то, вот рисуют. Оказывается, если развернуть каляку-маляку, может увидеть и произведение. То есть, по существу каляка-маляка, мы инстинктивно всегда это делаем. У меня даже в книжке «Защита от стресса» там есть, когда Тамара, искусствовед, которая дочка великого социолога, великого-великого Зиновьева, академика Зиновьева, преподает там главу эту. Я предоставил ей возможность в книжке. И вот сейчас я провожу аналогию. Каляка-маляка раскрывается, а там, оказывается, целая Вселенная. А здесь слово, оказывается, раскрывается, и там тоже целая Вселенная. Ну да, для начала, да, это очень правильная параллель, точная. Но уверяю вас, что мы с вами говорим на языке, мы общаемся, не понимая до конца, что произносим, и не понимая до конца, что мы слышим. Ну, предположим, любовь, да, как могло получиться, что я люблю быструю езду, я люблю своих детей, я люблю котлеты. Я люблю ближнего. Да, и что значит тогда любить ближнего, если только индусы, а потом и греки различали семь видов любви. И у них всё это называлось любовь, но разными терминами. Вот понимаете, что происходит, вы вкладываете в произнесённое слово определённый смысл, до конца его не понимая. А человек слышит и думает, что понимает. Как это? Вот смотрите, мы оказываемся с вами, говоря как бы на одном языке. На самом деле думаем о разуме. Вообще, у нас происходит разрыв коммуникации, разрыв смыслов. Это напоминает ситуацию после Вавилонского столпотворения. Бог не языки смешал, он просто смешал понимание. Поэтому мы создаём науку человечности, по научным чётким критериям определяем понятие любовь. По научным критериям чётко, чтобы было не многозначное толкование потом. А корневая суть? Корневая суть. Сопереживание. Человек. Человек. Совесть. Совесть. И вот... Потом созидание. Созидание. Каждое там созидание. Созидание, конечно, да. Счастье. Обязательно. Свобода. Свобода обязательно. А вот мы создаём науку человечности, потому что нас сблизило то, что роман как раз-таки борец против расчеловечивания. А мы как раз-таки занимаемся наукой человечности, потому что и в религиях это есть, и в художественной литературе, и в искусстве везде есть, но чётких определений как в науке нету. Поэтому все знают, например, что мир лучше войны, а всё равно происходит война. Да, и когда там один из отечественных государственных деятелей говорит, что свобода лучше, чем не свобода, капитан очевидность, да, мы понимаем, что это пустая трата нашего словарного запаса и нашего времени. Почему я начал этим заниматься, и почему мы с Хасаем действительно объединились? Великий Гумольд сказал, что язык определяет картину мира. А картина мира отражает личность или человека. Так получается, что наш мозг, в данном случае так называемая вторая сигнальная система, формируется на основе услышанного языка. Языка, который мы не учим по учебникам, а воспринимаем его до шести лет как средство формирования нашей психики, собственно нашей личности. Ну, как пример, скажем, люди, которые воспитаны на английском языке, не видят оттенков голубого и синего, как пример, да, вот, а мы не видим чуть ли не 15 оттенков снега, как у эскимосов, у которых для любого состояния снега есть своё отдельное слово. У нас разная картина мира, понимаете, и когда мы говорим о том, что по миру прокатывается уже не первая волна эпидемии расчеловечивания, когда у нас сносят ту самую вторую сигнальную систему или наше сознание, превращая нас в, извините, стадо животных, то восстанавливать эти связи необходимо именно на основе восстановления смыслов, слов, которые мы произносим. Я человек дерзкий, Хасай знает, я готов вас заинтриговать, я готов вам за две минуты доказать, что жить надо по лжи, представляете? Ну, подожди, подожди. Да, вот, потому что мы не знаем, что такое добро и что такое зло. Хотите пример, да? Да, давай. Ну, изначально зло, его значение, зело, это сильно, да, это сила, без знака, без так называемой модальности. Так называемая дихотомия, добро-зло, она абсолютно сбила все наши смысловые настройки. Почему? Потому что для начала надо понять, что такое добро, по корню, добро. Ну, давайте, они переехали со всем своим добром. Жить, поживать, добра наживать. Раздобрел, поправился, да. Добрый день, говорят, почему? Секунду, добрый, это уже, это уже как раз искажение, да. Добро, где корень брать, да, и добирать, это не что иное, как материальное, материальные ценности. Поэтому добро, вот наш скарб, да, то есть наше имущество, имущество это и есть добро, а не то, о чем вы подумали. А то, о чем вы подумали, называется благо. Это, вот, поэтому, вот, поэтому как раз дихотомия добро-благо, материальное и духовное, она оправдана. Теперь, опять же, добро, добрый, это заполненный, ну, то есть полный, да, у нас вот добрый, да, молодец, это не тот, кто бабушек через дорогу переводит. Понимаете? Не только такое, да. Изначально, добрый молодец, это богатырь, это сильный парень такой, да, потому что, вот. То есть доброта, это не сопереживание, нет? Нет. А доброта, это что? Это следующий этап, вот, мы, мы все-таки, да, мы все-таки готовы сделать, да, ну, смотрите, да, почему в ответ на сделанное что-то полезное благо дарят? Потому что в ответ на материальное дают эквивалент духовного, вот что такое, благо дарность. Ты мне сделал что-то хорошее, ты меня чаем напоил, да, сегодня, вот, конфетку дал, вот, а я тебя благо дарю, я в ответ тебе даю кусочек душевного тепла. Вот тогда добро и благо, это, в принципе, не антонимы, так называемые, да, это не… А я не запутаюсь, Роман. А, нет, не запутаешься, все очень легко, если мы научим наших… А теперь, я думаю, благо или не благо. Вот, а теперь еще один момент, если, скажем, добро, это условно хорошо, ну, когда у тебя что-то есть, да, а когда у тебя чего-то нет и плохо, да, то это лихо, это то, чего ты лишен, да, вот, отсюда лишнее, это то, что мы отсекаем, поэтому добро лихо, это другая оппонентная пара, но добро и зло, это ни о чем, это разные, это разные системы координат, понимаете, это к нам вообще из Европы приползло. Так же, как приползло понятие супруги, вдумайтесь, супруги, это двое впряглись в упряжь, надели на себя ерму, голова в голову, мужчина и женщина, а сзади, да, тащат какую-то телегу, которая им не принадлежит, а сзади еще кто-то погоняет, это вот нам католичество это подбросило. Конечно, муж или мужчина, или человек, или жена, да, женщина, и она может быть только за мужем, это не значит, что она играет вторую скрипку, иногда, собственно, командир находится не на передовых позициях. Но, вот видите, как нам подбрасывают, а вот это супруги, к сожалению, Хасай, это уже твоя компетентность и компетенция, да, то есть, когда человек это произносит, у него такая картина мира, это начинает влиять на сознание. То есть, я хочу сказать, что понимание этих принципов и механизмов, как расшифровать суть смысла слова, влияет на картину мира и на отношения между людьми, да? И на отношения к себе, как к человеку. К себе и к миру. Да, и если мы себя не можем определить, не можем ответить на вопрос, а кто я, то тогда это первый этап нашего расчеловечивания. Расчеловечивание начинается с искажения лингвистической картины мира. Потому что вторая сигнальная система. Конечно, это и есть наша личность, конечно. Вот через эту, как раз-таки, матрицу понимания. Вот скажи, скажи, может, я не могу. Да, это правильно, да. Матрица, матрица, опять же, интересный момент. Слово матрица, это слово однокоренное, слово материя и слово мать. Все очень просто. У нас индоевропейский язык, мы коренимся все-таки в индоарийском, это древнейшее понятие, да? Мать, матрица, материя, это то, что является, ну, скажем так, воспроизводимой сущностью. Мать рождает себе подобных. Матрица тоже, да, это вот такая вот печать, вот что такое матрица. И когда мы матрично, адекватно отражаем действительность, когда она происходит, то есть наше отражение образное без искажений, вот тогда мы и обретаем субъектную сущность. Мы становимся субъектами, то есть хозяевами положения. Мы становимся сильнее, чем окружающая действительность. Обратный процесс, это десубъективизация, нас превращают в объект. Разница между субъектом и объектом. Субъект изымает из объекта энергию, он им питается, а объект просто ее отдает. И суть превращения нас в объекта через снос второй сигнальной системы, это, конечно, управление и, фактически, можно сказать, эксплуатация нашего ресурса. Мы можем, понимая эти вещи, после наших встреч с нашей школой «Человек будущего» «Homo futurus», быть более защищенными, психологически устойчивыми, соображать именно своей головой, не поддаваться манипуляциям, управлению со стороны, а думать сами собой. Почему я этот афоризм в прошлый раз сказал, что если человек со своей головой не дружит, он не знает об этом. Потому что, чтобы дружить со своей головой, нужно... Ну, для начала, вот есть такое понятие обиходное, человек не в себе. И говорит, приди в себя. Вот вопрос, пока мы не сможем овладеть пониманием языка, которым мы пользуемся, мы в себя не придем. Мы не станем себе адекватными, не станем собой. Это механизм взаимодействия сознания с подсознанием для развития самосознания. То есть это следующий этап эволюции – самосознание. Чтобы мы понимали объективно вещи некоторые. Потому что мы очень сейчас шаблонизированы. У нас комплексы страхи, стереотипы. Мы ведемся. Если мы в неопределенности, в неизвестности, у нас очень высокое напряжение. Кто там говорит что-то увереннее, и мы все как толпа за ним. Потому что нам кажется бессознательно, что если человек говорит уверенно, значит, он знает, о чем он говорит. А может, он просто водки напился и командует. Я попробую объяснить психолингвистический механизм этого эффекта. Вот когда подсознание, ну или условно-лимбический мозг, животное начало, перехватывает управление над нами, над сознанием, над высшей нервной деятельностью, то и ведем мы себя как животное. Это хорошо в стрессовой ситуации, когда нас, наше подсознание начинает спасать. Ну, предположим, как человек, который прошел не одну войну, я понимаю, что как бы мы не хорохоррелись, но если рядом что-то взрывается, мозг отключается, сознание отключается, и тело переходит под управление подсознанием. Ну, мы вздрагиваем… Да, инстинктивно, да. То есть мы вздрагиваем, чтобы занять меньшее положение, или от страха у нас мурашки идут. Почему? Ну, потому что наши животные функции, как котенок, он, значит, раздуться, когда страх, занять большее положение. Вот. Это хорошо, наверное, в стрессовой ситуации. Ожимаемся, потому что в позу эмбриона ходили. Да, и им как можно меньшее пространство занять. Да, меньшее пространство, и отключиться от всех неприятных раздражителей, забыться, как позу эмбриона, но это же не спасает человека. Вдруг ему надо не вот так, а наоборот, может, так, или вот так. Кратко, да. Но, смотрите, в реальной жизни, когда наше подсознание в большинстве случаев сейчас начинает управлять, особенно в стрессовой ситуации, особенно в ситуации, когда нам распаковывают мессионизм и паники, да, то, о чем сказал любимый мой друг Хасай, действительно, это как раз стадное поведение, когда мы идем за тем, кто уверен, но это поведение стада. Но надо, опять же, понимать, что в стадной функции, когда нас превращают в человеческое стадо, расчеловечивают нас, мы становимся действительно объектами манипуляции, нас могут завести куда угодно. И самое главное в этот момент, мы абсолютно каждый уверены, что мы правильно собираем. Да, а на самом деле управляемся мы подсознанием, это как мне Евгений Евтушенко сказал, что партия — это стадо баронов, которые ведет на бойню козел-провокатор. То есть они же тоже идут за козлом, чтобы они не боялись. Извините за жесткость. Мы сами не подозреваем, где мы начинаем выступать функции вот таких вот агнцев на заклане. Чтобы этого не случилось, конечно, надо... Слушай, я вот сейчас начинаю понимать, извини, да, Роман, насколько глубоко и нужна вот эта тема, чтобы мы были сознательными, ну, по-другому говоря, осознанными, чтобы мы могли управлять сами собой, регулировать уровень напряжения свой. Вот сейчас я начинаю лучше понимать сам свою собственную работу. Да, и вот смотри, мы... Потому что не понимая вот таких ключевых моментов, как язык, как он основывается, как создается... Ну, если это функция нашего сознания, то это функция наше человеческое, это функция нашего «я». Когда наше «я» превращается просто в ничто, «я» не становится, мы действительно десубъективизируемся. Человек становится человеком, преодолевая страх, и овладевая языком. Да, вот, преодолевая страх. Преодолевая. Если мы говорим о том, что через язык мы можем восстановить управление высшей нервной деятельностью под сознанием нашим, а не наоборот, именно через язык, и эти механизмы мне кажутся понятны, то это очень серьезный путь к тому, чтобы достичь пока промежуточной, но, видимо, главной цели, о чем мы по умолчанию договариваемся о взаимодействии с дорогим Хасаем. И основная цель, основная цель, как бы я ее сформулировал, это формирование внутреннего иммунитета против внешних манипуляций. Отлично. Я вот хочу что сказать, друзья. Каждый из нас, мы все хотим как-то, чтобы вот сократились кризисы и войны на планете, сократилась потребность потребления лекарств, чтобы мы были здоровы, чтобы мы могли мечтать, чтобы мы могли управлять энергией стресса для решения нерешаемых проблем. Мы все этого хотим инстинктивно. И каждый из нас внутри творец. И вот оказывается, одной из важнейших частей вот этого процесса очеловечивания является как раз-таки осознавание вот этого механизма, что же такое наш язык, потому что без языка, ну, как же люди стали людьми. Язык делает человека. Да, язык делает человека. Давайте, друзья, напишите здесь комменты, все вопросы, которые вы хотите потом задать Роману Газенко. Напишите, напишите, напишите. Вот все, что в голову придет, задавайте эти вопросы, пишите, пишите, чтобы в следующий раз, когда мы будем проводить или вот такую встречу, открытую трансляцию, или уже будем проводить вебинар, который мы там объявим, когда он будет, чтобы мы попросили Романа дать максимально содержательный ответ именно по вашим интересам, который вы напишите сейчас в своих комментах. Пожалуйста, пишите. И мы встречаемся в следующий раз, сделаем еще одну открытую трансляцию или сразу вебинар сделаем. Ну, в данном случае я, это не мой профсоюз, я в твоем распоряжении. Да, ничего, доберемся, не пешком. Буду очень рад вашим вопросам. Пожалуйста, чем больше вопросов, тем больше будет ответов. Но сразу хочу предупредить, не на все буду отвечать, потому что существует, опять же, определенный алгоритм, чтобы у вас просто не было шока, вот как у Хасая. Я же специально, я же провокатор, что значит жить по лжи. Я почему-то сразу говорю, давай, давай, давай. Чтобы не было этого шока, давайте будем осторожно подбираться к этой теме. Мы делаем несколько встреч. Да, ну, я думаю, что поскольку я этим занимаюсь не первый год, мягко говоря, то тема неисчерпаемая, как неисчерпаемый сам язык, как неисчерпаемая вселенная. Но ключевое слово, которое прозвучало, это наука. Вот это все, чем мы с вами будем заниматься, это не шоу, прошу прощения, на уровне очень уважаемого мной, но все-таки комика Михаила Задорнова. Это не выдавание желаемого за действительно в виде кучи вбросов и мифов. Я буду вам рассказывать такие истории про чушь, которые нас кормят. Вы пока посмотрите там в интернете, кто такой Роман Газенко. Какие фильмы он делал. Вам будет очень важно это посмотреть. Пожалуйста, посмотрите, чтобы вы понимали, какие вопросы можно задавать еще и к тому дополнительно, о чем мы сейчас говорили. Хорошо. Ну что, спасибо огромное за приглашение. Всем спасибо. До встречи, друзья. Как в одном фильме, где-то там кинорежиссеры снимают, снимают фотографии. Спасибо. Всем свободны. Да. Хорошо. Я шутник все это знаю. До встречи, друзья. До встречи.